Олег, прокомментируйте пожалуйста, вы являетесь главным трейдером футбольного клуба «Энергия». Сейчас проходит финальный этап турнира, тоже не меньше. Мне приятно смотреть на этот турнир, потому что я вспоминаю свое детство. Я тоже участвовал в таких турнирах. В Советском Союзе это был очень популярный турнир. Мне очень приятно, что этот турнир живет и здесь очень неплохие команды. Хорошо укомплектованные, одеты и хорошие условия для них. Поэтому и самое главное, что в Керсонской области сейчас это бум футбольный. У нас четыре профессиональные команды, четыре любительских. Мы проводим массу турниров не только здесь. Я знаю, что и в Скадовске турниры проводят, и в Керсоне проводят турниры. И Кубок Крыма. Поэтому я очень благодарен организаторам турнира Херсонской Федерации, которая очень активно берется за любое дело и проводит достойные турниры в нашем городе. Все мы знаем Ваше умение и способности разглядеть таланты в молодых игроках. По Вашему мнению, есть ли шанс или перспектива у игроков в финале матча, который мы сейчас видим? Конечно же есть. Конечно же есть. Но я Вам объясню, что не самые сильные становятся профессионалы. Самое целеустремленное, самое упорное и самое главное, какая у них жизненная позиция. Если они действительно захотят стать профессионалами, то как минимум половина может и не стать. Но для этого надо очень много трудиться ежедневно. И не каждый это может. А сейчас трудно, сейчас профессионалы не так много зарабатывают в футболе. Поэтому не все молодые люди хотят стать профессионалами. Позавчера Ваш футбольный клуб играл в Горностаевке в дерби против местного мира и проиграл 1-2. Вы комментируете данную игру? Ну сложно не комментирует мне, потому что я как бы заинтересован на лицо. Конечно же игра носила такой характер немножко скандальный, потому что арбитр не всегда демонстрировал знания правил. И если бы этот арбитр судил вчерашнюю игру киевской знамо с Аяксом, то там было бы 8-11 метров. Как минимум. Поэтому вот это огорчает. И огорчает еще, что у нас с этой командой постоянно такие истории. И к сожалению не в нашу пользу. А игрой мы довольны. Мы провели 22 удара поворотом. Соперник 8. И имели 6 голевых моментов. И только, скажем так, немножко хладнокровия нам не хватит. Поэтому игрой довольны результатами. Прошли уже 6-4. Это треть летней осенней части чемпионата. Ваша команда набрала 8 очков, занимает 6 место, 2 выигрыша, 2 ничьих и 2 поражения. И разделила последнее место по забитым мячам. Всего лишь 5. По вашему мнению, это сказал целый год лидерам вашей команды «Булет». Это не только уход, а еще и травма двух оставшихся игроков. Мы в последние игры вообще без нападающих играли. Мы, наверное, настаивка, вообще без Вакулинского, без ботчика, который сейчас тронет. Мы попали в такую полосу. Мы не паникуем. Мы выходим из этой ситуации. Пробуем другие модели. Но это не просто. Заменить четверых нападающих хочется. Ни одна команда. Мы видим Киевское «Динамо», в которой заявлено больше 60 футболистов. И оказались без нападающих. И рассчитывали на Супрягу, который еще три месяца назад играл против нас и ничем особо не отметился. Поэтому мы видим, что вторая лига со второй лиги можно через месяц играть в Лиге чемпионов. Еще и в основном составе. Поэтому я на таких примерах футболистам говорю, вы дерзайте и ждите своего часа. Супряга дождался, и вы дождетесь. В ближайшую субботу на стадионе «Энергия» вам предстоит матч против Запорожского «Металлурга». Что вы ждете и что ждете от этого матча? Ну, «Металлург» посильнее всех комплектовых. Мы видели их игры, мы знаем их проблемы, знаем их сильные стороны. Команда будет прибавлять. Я думаю, они будут основными претендентами на выход и по инфраструктуре, и по деньгам, и по футболистам. Но у нас трудности, мы постараемся перестроить игру с учетом данного соперника. Пока мы, сегодня мы только работаем над ошибками прошлого тура, мы еще не заглядывали так далеко. Хотя уже три игры я посмотрел, но команда хорошая. Команда, им немножко не повезло с «Горностаевкой», им не повезло в других играх. Но они доминируют во всех играх. Буквально вчера вечером состоялся матч конституционного раунда Лиги чемпионов. Курская «Динамо» не смогла его преодолеть и проиграла в этой дуэли амстердамскому «Аяксу». Прокомментируйте этот матч. Ну, лучше всего комментарии, это сухая статистика. Если команда позволяет за две игры 57 ударов сделать соперника, а сами пробили восемь в одной игре и восемь в другой, это говорит о многом. Соперник доминировал в обеих играх, поэтому очень печально, что «Киевская «Динамо», наш лидер нашего чемпионата, оказался неподготовлен к решающим. И потеря не только места, а потеря больших финансов. 30 миллионов. Клуб потерял. Каждый из футболистов как минимум полмиллиона долларов. Но это большая потеря. Поэтому, почему так произошло, должен был разобраться клуб. Но для «Яков» тренера надо сказать, что клуб не готов был менять тактики, не готов варьировать состав. И оказался почему-то абсолютно был разобран в функциональном состоянии. Команда плохо двигалась, практически не могли навязать борьбу. Команда не в самой сильной команде. Поэтому, конечно, для нас это урок для украинского футбола. Нам нужно немножко остановиться и проанализировать, куда мы идем. Потому что я могу еще предугадать, что и «Шахтеров» ждет. Так как они играют в чемпионате, тоже не сладкие времена. Поэтому нам нужно активизировать работу над ошибками. Как говорили раньше. Нужно работать над ошибками. В начале сентября стартует новый турнир «Лига наций». Что вы ждете в ближайших играх национальной сборной Украины? Я хочу увидеть реального плана на будущее основного тренера. Потому что его заявление, что мы можем играть как испанцы, меня не вдохновляет. Не только меня, а и всю Европу. Которая двигается в совсем другом направлении. Мы видим, как на чемпионате мира команды отдавали инициативу и выигрывали чемпионат. Французы, бельгийцы и англичане. Мы видели, как португальцы выиграли чемпионат Европы. По владению мячом были далеко не лидеры. А мы почему-то хотим догнать Испанию с восьмилетней давности. Поэтому я бы хотел в этих играх посмотреть, как будет направление движения, по крайней мере. А не декларации, как мы бы хотели играть, если бы у нас то-то, то-то, то-то было. У нас этого нет. То есть мы тех мастеровитых футболистов, которые обладают. Испанцы и бразильцы. Поэтому в эти игры покажут, куда двигается штаб главного тренера. Хотелось бы пожелать вам и вашей команде успеха в ближайших играх. И хотелось бы пожелать вашей команде занять достойное место по итогам летнего участия. Спасибо. Я думаю, мы займем то место, на которое заслуживаем. Это всегда справедливо. Потому что как мы работаем, то мы и зарабатываем. Спасибо вам.